Сегодня я покажу очень быстрый способ, как сделать форму для куличей без клея, без ножниц, очень простые и не разваливаются. Я беру лист пергамента, размер пергамента будет в описании под видео, и складываю его пополам, так, чтобы получился как книжный вариант. Длинную часть складываем пополам и складываем еще раз пополам. У нас получается 4 длинных листика. Размер я делаю под размер стандартной банки из-под сгущенки. Теперь нам нужно разрезать эти полоски. Я буду использовать нож, потому что так проще, даже чем ножницы, и ровнее. Посмотрите, какой ровный срез получается. Разрезаю все листочки на 4 части. Получается, из одного листа пергамента можно сделать 4 формочки. Теперь берем банку сгущенки и начинаем накручивать лист на банку из-под сгущенки, таким образом, чтобы дно у нас оказалось сверху, и длинная часть бумаги, была возможность ее закручивать, подкручивать на дно. Видите, хвостик. Мы будем стараться загнуть первым делом этот хвостик, чтобы убедиться, что потом у нас форма не развалится. Я вот таким образом, где стык банки с дном сворачиваю к центру лист пергамента, и вот таким нехитрым движением подкручиваю по окружности все части пергамента. И параллельно я придерживаю место, где мы соединили пергамент, где у нас идет стык, чтобы форма не развалилась, пока мы еще ее формируем. Этот способ я подсмотрела, знаете где? Если взять форму из фольги, которой продаются тарелки для гриля, и там видно, что за счет того, что они спрессованы очень плотно, они держатся без всякого клея. Поэтому мы делаем точно такой же эффект, как бы спрессовывая. То есть банка сгущенки имеет такие выемки на дне, точнее не выемки, а по периметру, такой как бы подъем миллиметра 3. И вот именно за счет этого подъема мы потом будем вдавливать наш лист пергамента по окружности, чтобы получилось, чтобы форма плотно зафиксировалась и не разъезжалась никуда. Обязательно я прохожусь, где у нас край, вдавливаю, и каждый изгиб тоже прохожусь, подравниваю, чтобы он плотно-плотно был прижат к дну. И вот благодаря вот этой выемке у банки, видите, я что делаю? Я обязательно прохожусь, плотно-плотно вдавливая бумагу в банку. Вот таким образом. Мы уже создали плотную конструкцию дна, без всякого клея. Посмотрите. Все, формочка готова. Так как у нас практически двойное обвитие, двойной слой пергамента получился. Форма никуда не расползается, даже если вот так потрогать, потянуть в стороны. Сейчас покажу, как это выглядит в уже куличах. Форма на куличи в формах. Вот таким образом тесто уже здесь расстоялось. Сейчас я уже буду отправлять выпекаться в духовку и покажу финальный результат. В прошлом году я снимала формочки с клеем. Там 50% людей, у кого получилось, 50% у кого не получилось. Я думаю, что это связано с тем, что пергамент у кого-то засиликонен. Поэтому этот вариант, я думаю, понравится всем, у кого нет форм, у кого нет возможности купить формы. Если вам понравился этот способ, делитесь с друзьями, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а также я вас приглашаю на свой мини-пасхальный курс по куличам, по вот такой малиновой помадке, по сахарной помадке, по разным видам теста. Все подробности на моем сайте www.bauercooking.com Подробности внизу в описании, переходите, смотрите. Всем буду рада. Желаю вам светлой Пасхи!